Второй год подряд оренбургские экологи участвуют в программе «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы города». Исследование проводится сотрудниками Питерского института проектирования, экологии и гигиены. В ходе исследований проверили промышленные предприятия города, а также транспортный трафик Оренбурга. Программно-аналитический комплекс, который будет в электронном виде, на нем нанесены все источники, которые у нас есть на территории города и рядом с городом, по всем загрязняющим веществам, какие есть. И еще плюс туда будет транспорт включен. По статистическим данным, Оренбург занимает 29 место по количеству машин из 80 представленных. В нашем городе приходится 221 машины на 1 тысячу человек. Всего же в Оренбурге зарегистрировано более 120 тысяч автомобилей. Такое количество машин негативно отображается на воздухе в городе. Дороги с плотным движением автомобилей, особенно там, где есть явление часа пик, когда все автомобили стоят в пробках, и плотная застройка. Ну, в принципе, это большинство крупных магистралей города Оренбурга. Однако, превышение загрязняющих веществ достаточно редко фиксируется. Кроме петербургских экологов, наблюдают за экологической ситуацией оренбургские специалисты. Каждый день мобильные бригады экологов выдвигаются на самые проблемные участки города для измерения уровня загрязненности воздуха. На вооружении у них 5 стационарных станций на окраинах города и 2 мобильных экологических поста. У нас отбор длится от 20 до 30 минут. Мы, получается, прямо тут же делаем замеры. Потом, получается, мы тут же распечатываем, тут есть принтер. Мы сразу его распечатываем. И потом мы уже в лаборатории уже, получается, готовим протокол результатов. По замерам, которые проводились сегодня, воздух в Оренбурге не идеальный. Но приборы не показали отклонения от нормы. Однако более подробные результаты исследования Питерского института по состоянию воздуха в городе за более длительный период мы получим только после 1 января 2016 года. Александр Чернев, Игорь Бероев. Новости дня.